Всем привет, ребята, с вами снова я, Маша, и да, добро пожаловать в новое видео, в котором мы с вами, наконец-таки, будем тестировать новую коллекцию от Beauty Bomb, которая называется Romcore. Мы покупали вместе с вами вот в этом шоппинг-влоге в Магнит Косметик, кто не видел, посмотрите. Ну, а все остальные, добро пожаловать. Что же нас сегодня ждет? Я скупила практически все топовые позиции из новой коллекции, по крайней мере, для полноценного макияжа. У меня тут все есть и даже больше, что даже есть некоторые продукты, которыми я в обычной жизни не пользуюсь, но сегодня мы все равно потестируем. Я уже очень хочу начать, потому что мне сама вот эта вот эстетика 2000-х безумно нравится, даже сегодня постаралась немножечко на себе ее реализовать. Надеюсь, у меня получилось хотя бы немножко такая сегодня, на романтичном, что ли. Так что давайте начинать. Скупила всю косметику, вернее, всю новую коллекцию от Beauty Bomb Romcore. Ну, в общем, это видео входит в чате. Let's go! Как вы понимаете, у меня действительно есть все, начиная от тонального крема, заканчивая какими-то красивыми тенями, пудрами и так далее. Не могу не отметить всю эту красивую розовую эстетику. Я обожаю розовый цвет. По сей день это один из моих любимых цветов, поэтому все оформление в целом этой коллекции мне близко по духу. И я уже один продукт затестировала с него, то мы с вами и начнем. Прямо сейчас на меня уже нанесено вот такое молочко для тела, которое называется Crystal Gwin. Его фишка в том, что оно идет с мелким шиммером, и оно должно подсвечивать вашу кожу. Как видите, я нанесла его на зону декольте. Специально это делала вне камеры, потому что если бы я это делала сейчас, я бы испачкала все на свете. Оно достаточно плотное по своей текстуре. По факту это действительно такой хороший увлажняющий крем, который имеет очень нежный сладкий аромат. Пахнет, наверное, какой-то карамелью и блесточки в составе. Свечение деликатное, вы сами его можете видеть. То есть я свечусь, я сияю в мое декольте, но не сильно. Самое главное, все впитывается и не оставляет после себя какой-то липкой пленки. Вроде как, да, не отпечатывается на одежде. Единственное, что я вам могу порекомендовать, это купить еще вот такую вот кисточку. Это сейчас такой, знаете, тренд. Я думаю, многие бренды их будут выпускать, но пока что я знаю, что такая кисть есть только уши. Эта кисточка специально для нанесения вот таких вот кремов с блесками на тело. Либо же для того, чтобы носить хайлайтер на тело, какие-то жидкие колготки. Она мягкая, но при этом плотно набита, и с помощью нее все быстро наносится. И делается это равномерно. Комфорт одним словом с ней присутствует, так что рекомендую. Как и это молочко для тела, оно мне очень понравилось за свою цену. Огонь! Теперь давайте немножечко перейдем к уходу. У меня есть вот такая вот маска, называется Dollar Bucket. С вашего позволения, я не буду ее тестировать на себе. Для этого у меня специально здесь есть мой оператор, который согласился с удовольствием ее попробовать. Эта маска должна быть увлажняющей, еще и красивой. Она золотая внутри. Кто не следит за мной в других соцсетях, влоги не смотрит и так далее, я рассказываю. У меня недавно была на маску для лица аллергическая реакция, поэтому я побаиваюсь использовать какие-либо вот такие вот ухаживающие продукты сейчас в своей рутине, просто потому что, сами понимаете, я не говорю, что эта маска плохая, просто у меня сейчас достаточно чувствительная кожа, потому что я прохожу лечение и так далее. Поэтому лучше не рисковать. Девочки, она прям золотая. Я почему-то была уверена, что она будет с рисунками долларов. Нет, это вот такая вот фольгированная золотая маска. Золотая маска вошла в чат. Теперь в чат должен войти оператор. Давай, как обычно, масочку на свое личико. Поприветствуем мистера оператора. Ну, слушай, она не в холодильнике была, но все равно холодная. Она у тебя как будто маленькая. Она рассчитана на маленькое девчачье лицо, а не на твое широкое и с бородой. В общем-то, вот как-то так. Как твои впечатления? Я чувствую, что она плохо держится. Да, очень. Ну, что тут вот... Ну, потому что золотая. Спасибо. Ваше здоровье. Ну, а теперь, наконец-таки, переходим к макияжу. И начнем мы с вами с укладки бровей. В коллекции есть гель для бровей, который называется Tuxic. Мне нравится то, что здесь такая узенькая кисточка, прям как в геле для бровей Pussy. Она набирает достаточное количество геля, но, надеюсь, что не с излишками. Слушайте, ну, реально похож на Pussy по первым же впечатлениям. То есть, гель сам по себе плотный. Знаете, похож на желе. Щеточка удобная. Даже как будто слегка удобнее, чем в Pussy, потому что здесь сами щетинки, они чуть подлиннее. Слушайте, ну, это прям хайп. Он очень хорошо зачесывает брови. Настолько хорошо, что я, наверное, прямо сегодня его закину в свою косметичку, потому что у меня как раз-таки Pussy заканчивается. Это восторг. Для тех, кто любит зачесывать брови, как и я, этот гель находка. В нем идеально все. Начиная от его щеточки, заканчивая самой формулой геля. Это 10 из 10. Окей. Кажется, Ваше Величество снова на кухне, да. Я слегка проголодалась, поэтому решила не отказывать. Далее мы с вами немножечко увлажним мои губы. Я из ухаживающих средств для губ выбрала вот такую маску. Плапучино лип маск. Здесь аппликатор в форме палочки. И это будет либо суперкомфортно в нанесении, либо совершенно нет. Давайте проверять. Это комфортно, потому что продукта сразу достается достаточное количество. У него очень нежный, вкусный аромат мороженого, что-то такого тропического. Поскольку это плампинг маск, она либо будет охлаждать, да, она охлаждает губы. Это классно, потому что чаще всего почему-то делают плампинги согревающие. А я не очень такое люблю. Офигеть. Но она реально с холодком. По сути, это просто бесцветный бальзам-маска для губ, которая дает вам приятный холодок. За счет чего ваши губки, возможно, немножко увеличатся. Единственное, я не понимаю, зачем этот плампинг-эффект в маске для губ. Потому что маска для губ подразумевает, что я ее буду наносить, скорее всего, вечером на ночь. Вот такие же ассоциации. Возможно, я одна такая. Она мне нравится. По аромату, по текстуре она такая достаточно плотная. Она никуда не растекается. Она просто легла на губы, хотя я сейчас нанесла толстым слоем. Все зафиксировалось. Я бы, наверное, поставила все 10 из 10. Теперь мы с вами просто обязаны убрать волосы. Заметьте, какие классные крабики я подобрала к сегодняшнему выпуску. Розовые. Все в стиле. И давайте воспользуемся ими. Матирующими салфетками. У них нереально красивый стильный дизайн. Знаете, как будто это какая-то открытка прямиком из Pinterest. В комплекте идет 50 салфеток. Решили сделать общее фото. А на лице жирный блеск. Поделись салфетками с друзьями. В упаковке целых 50 штук. Хватит на всех. Кстати, хочу обратить внимание, что салфетки нежно-розового. Цвета. Гамма везде соблюдена. Гамма соблюдается. В общем, цвет везде. Ну, молодцы. Над дизайном постарались. Жирочек собирает отменно. Хорошие, приятные салфетки. Тоненькие. Действительно, ими приятно промакивать лицо от жирного блеска. Я бы купила еще. Но в моем Magnet Cosmetics была всего лишь одна упаковка. Дима уже пользуется спросом. Переходим к тону. В качестве тона у нас CC крем. Мой в оттенке. 01 White Cheek. Если бы гламур был косметикой, так можно описать наш CC крем. Запоминаю. Называется Rich Witch, если что. С ним, с этим CC кремом. Твоя кожа лица станет гладкой и увлажненной. И ее тон будет ровным. Но это еще не все. В составе за активное увлажнение отвечает гиалуроновая кислота. А комплекс антиоксидантов, витамин А и Е, делает кожу ухоженной. В целом, чтобы не акцентировать на каждом продукте внимание, хочу сказать, что мне нравится оформление каждой баночки и каждого тюбика. Здесь в упаковке 25 мл. Что он не белый, он сразу в цвете. То есть его не нужно наносить рукой. Просто, как правило, CC и BB крема нужно распределять с помощью пальцев, чтобы они от тепла ваших ручек и вашей кожи на лице раскрылись. Здесь сразу же идет вот такая вот бежевая консистенция. Она, знаете, плотная. Ну, значит, смело можно брать спонжик. У меня новый спонж специально для этого затеста от бренда BeColor. Очень классный спонжик. Заметьте, какой цвет я подобрала. Все дело в деталях. Вообще, я сейчас в поисках какого-то легкого тонального средства, который не будет сильно подсвечивать мою жирную кожу. Но и чтобы он был при этом не с матовым финишем. Если у вас есть такой, то можете порекомендовать в комментариях. Это может быть и BB крем, и тональный крем, и CC крем. В принципе, не важно, как это будет называться. Главное, чтобы это можно было использовать как тон. Еще я, естественно, на лето. Ну, вот этот, кстати, неплохо так может попретендовать на это место. Распределяется этот CC крем быстро. По цвету он отлично мне подошел. И я бы даже, наверное, сказала, что он в какой-то степени подстраивается под цвет кожи. Финиш такой более близкий к сатиновому. Не могу сказать, что все отлично перекрывает. То есть, буквально мое пигментное пятно, ну, естественно, не перекрылось. Какие-то сильные покраснения, которые у меня здесь есть, тоже не перекрыло. Но в целом рельеф и текстура кожи, ну, сами видите, стали намного лучше. Он не забился воры. Он не подчеркнул мои расширенные поры. И на лице он совершенно не ощущается. Итого, легкая текстура, приятное нанесение, быстрое распределение, перекрытие каких-то моментов. Ну, на 5 из 10, действительно. Но он легкий, то есть, на лето он офигенный. Я ему поставлю все 10 баллов. Мне действительно понравилось. Купила бы я его еще раз. Самое главное для меня, вот, почувствовать. Купила бы. Купила бы точно. Далее у нас на очереди Concealer. Он у нас называется Poker Face. Я была фанаткой Леди Гаги. Свои, там, 14-15 лет. Поэтому Poker Face со мной теперь на протяжении всей жизни. Мне кажется, вся жизнь моя это Poker Face. Отсылку мы уловили. Спасибо. Я немножечко повайбовала вот этим вот временем. Poker Face ловила. У меня консилер в оттенке 01 Vanilla Ice. Но он также есть еще и потемнее. Нереально удобный аппликатор в форме лапки. Который набирает сразу в себя достаточное количество продукта. Что буквально, возможно, даже за один вот так вот заход продукта хватит на все лицо. За это сразу плюс. Текстура достаточно плотная, но при этом легкая. Я недавно была у косметолога, после вот всех вот этих вот аллергических реакций. Мне сделали легкую чистку лица. И каждый раз, когда мне делают чистку лица, у меня вылазят новые какие-то бедры на моем лице. В общем, меня обсыпало. Я так понимаю, что просто все пока вытягивают. Всю грязь и все опрыщи, которые сидели где-то внутри глубоко, они вылазят наружу. Вот что со мной произошло. Поэтому консилера мне сегодня понадобится предостаточно. Кажется, кто-то забыл о дисклеймере. Это как обычно я. Так что дисклеймер девочке-мальчике, кто впервые меня включил и смотрит это видео. Я обязана вам сказать. У меня уже многие подписчики не понимают, зачем я это говорю в каждом ролике. Но почитав комментарии, они начинают понимать, почему. Я не профессиональный визажист. И я не профессиональный именно бьюти-блогер. Это я к тому, что в таких роликах, где я тестирую косметику, у меня таких роликов очень много на канале. Я, как правило, делаю свой повседневный макияж, чтобы понять, подходит ли эта косметика обычному юзеру, вот такому, как я, который просто пришел в магазин. Он любит макияж, но он не суперэксперт. Он, возможно, не шарит во всех правильностях нанесения макияжа. Он делает так, как он чувствует и покупает то, что ему нравится. Получится ли, в общем, вот у такого человека сделать макияж тем или иным брендом, теми или иными продуктами и так далее. Но консилер это просто бомба. Во-первых, его цвет. Посмотрите, как он хорошо высветлил зону под глазами, как он хорошо перекрыл вот эти вот покраснения, которые у меня были здесь вокруг губы. Он плотный в плане цвета, то есть он хорошо перекрывает, но при этом сама его текстура, вот именно само ощущение, оно легкое. Ну, это топ. Перекрыла, все сделала. Купила бы я его еще раз? Думаю, да. Я не помню, честно говоря, сколько он стоил. Если он стоит не дороже 500-600 рублей, он не может просто дороже стоить, то это бомба. Это надо брать 10 из 10. Наконец-таки у меня есть продукты в форме мусса. Мне так нравится, что многие бренды начинают возвращать муссовые продукты в свою линейку. Потому что, когда я была маленькая, а маленькая я была как раз-таки в нулевых, тогда было это популярно. Это фуси, это джуси, окей. Мусси-фуси это муссовый бронзер, а мусси-джуси это муссовый румяна. Боже, это просто, это и звучит, и выглядит, ну, очень в стиле нулевых. Начнем мы с вами с бронзера. Мне очень интересно, сколько здесь грамм, потому что это такая маленькая упаковка. 3,5 грамма, это очень мало. Смотрите, как это красиво вылез, здесь еще, знаете, такой есть эффект омбре. Рисунок продукта идет волнами, и это потрясающе. У меня бронзер в оттенке 01. Он такой, знаете, немножечко с рыжинкой уже. И несмотря на то, что это муссовый продукт, он не мягкий. Знаете, что-то такое среднее между сухим бронзером и жидким. В общем, текстура интересная, я не понимаю, чем наносить. То есть, обычно жидкий контур я наношу с помощью губки. Но здесь губка не прокатит. Поэтому я беру вот такую вот кисточку, которая подходит для жидких текстур. Погнали. Слушай, ну он прям такой легенький. Казалось, что он будет очень пигментированный, но он сильно рыжит. Здесь он как коралловый какой-то. Может быть, нужно лучше это все замешать. Текстура на любителей. Я ждала прям мусс-мусс. Знаете, такое что-то мягкое. По факту это что-то более сухое. Хорошо, что у меня еще есть сухой бронзер. Потому что пока что этот продукт вызывает у меня сомнение. Ну, странный. Правда, какой-то он странный. Серьезно. Фигня какая-то. Хочется прям так сказать. Он мне как будто даже немножко съел мой тон. То есть, не сильно, но в зоне лба есть такой моментик. Короче, делаем выводы. Данный бронзер для совсем светленьких девочек. Знаете, по ощущениям это похоже на слегка темное персиковый румян. Ну, что-то очень странное. Я не понимаю вообще этот продукт. Наносятся они тяжело. То есть, их надо прям наслаивать. Не переборщишь. Наносить только кисточкой. Нет. А вот это мне точно не нравится. Вот 100% я бы не купила второй раз. Ну, ни в коем случае. Очень странный какой-то продукт. Ни рыбы, ни мяса. 3 из 10. Вот настолько мне это не зашло. Теперь переходим к мусси-джуси. Румяшки. У меня они в оттенке 0,1. Какие же они яркие. Тут опять-таки идут такие красивые волны. Сочетание яркого розового такой фуксии и оранжевого цвета дает какое-то потрясающее сочетание. Вау. И вот румяна, они уже по ощущениям действительно похожи на мусс. Они хоть и мягкие, но все равно немножко еще плотноватые. У них такой розовый поросячий цвет. Я такое просто обожаю. Давайте наносить. На самом деле они очень легкие, легко наносятся, легко распределяются. Даже хочется чуть-чуть на веки нанести. И вот они классные. Но они прям очень классные. Посмотрите, какой легкий получился у меня румянец, такой свеженький. Вот. Это потрясающий продукт. Мне понравился и цвет, и оформление, упаковка, нанесение, текстура. 10 из 10. Вы понимаете, что это значит? Это пудра. И она здесь нереальная. Надеюсь, я не разорву, да? Ну ладно, под съемку будет рваная. Посмотрите на эти крошки. Эта пудра идет в четырех цветах. Фиолетовый, голубой, персиковый и такой желтый. И при смешении этих цветов должен получиться идеальный оттенок. Тут даже есть маленькая пуховочка. Божечки, кошечки, это слишком мило. Не, ну это мы точно с вами сделаем вместе. Как же она приятно открывается. И что самое классное, здесь пудру можно высыпать в крышечку. Потому что крышечка это позволяет. Я вас обманула. Здесь оказывается пудра не желтого цвета, одна из, а зеленого. Но зеленая хорошо скрывает покраснение. Она рассыпчатая пудра. Отпишите бомб, в которой сразу четыре оттенка. Собираясь воедино, они создают идеальный натуральный тон для тебя. Пудра мягко монтирует кожу, совершенно не ощущается на лице. Идеально на каждый день. Вот что нам обещают. Попробуем. Попробуем этот мини-спонж. Он очень много набирает на себя продукта. И погнали. Слушайте, ну спонж наносит не очень хорошо пудру. Она ложится пятнами, посмотрите. Он ее распределяет не так, как надо. Вроде бы начинает она тушеваться. Но в любом случае, спасибо, что есть тут спонж. Но пользоваться им не совсем удобно. Поэтому я возьму кисть. Если что, вся пудра, она замешивается, ну прямиком на вашем лице. Я бы так сказала. Произошел письон. Короче говоря, у меня вот в этом месте было достаточно сильное раздражение. Вот такая вот история произошла. Но не очень приятная, конечно. В чем суть? Там скатался тон под пудрой. Либо пудра скатала тон, либо тон как-то с ней не заметился. Но у меня здесь был достаточно сухой участок кожи, которой я как бы не так хорошо подготовила, насколько это было возможно. И вот, что произошло. Так что имейте в виду. Но так, в целом, пудра неплохая, обычная, совершенно пудровая. Она вроде бы хорошо ложится. Она не забивается в поры. Я даже не могу сказать, купила бы я ее второй раз, потому что я в сомнениях. Надо посмотреть, как макияж в целом будет держаться в ней в течение времени. Такой среднячок. Я бы поставила ей баллов 6, не более. Теперь мы с вами переходим к бронзеру сухому, который называется Call Me Baby. Спойлер. Я обожаю сухий бронзер от Beauty Bomb из прошлогодней летней коллекции. Там, где лицом была Даша Граф, я бронзер доиспользовала просто до дыр. Настолько он мне нравился. Здесь же нам обещают нежную текстуру, которая сводит нас с ума. И не бойся, ты не переборщишь, так как его оттенок подходит для светлой кожи. По цвету он действительно очень светлый. Знаете, прям постарались, создали оттенок для нас, для светлокожих. У меня вот такая большая кисточка. Это снова шик. Она очень удобная для нанесения бронзера. Цена офигенная. Буквально за пару секунд я придала немножечко какого-то объема лицу. Он действительно хорошо ложится. Не плешивит, как это частенько бывает со скульптурами в данной ценовой категории, так скажем. Ну реально огонь. Вот у меня на камере какого-то вот здесь пятно. Реально в жизни нет, а вот на камере я вижу, что здесь какое-то пятно. Я ему поставлю, наверное, баллов до 9 из 10. Я ему даже бы десятку поставила, просто, ну, я не понимаю, это 10 баллов или нет. Даже 8 с половиной. Далее у нас на очереди румяна, за которыми я гонялась, и называется Strawberry Pie. И главная фишка это клубнички, которые наносены на поверхность. Они еще пахнут сладенько. Земляничка и клубничка вот этими летними ягодами. Румяшки для такой ягодки, как ты. Их текстура такая же нежная, как клубничный пирожок. Открою упаковку, и ты видишь изображение ягодок. Они добавляют яркости и оттенку. Не знаю, заметили вы или нет, но клубнички, они как будто бы имеют какую-то текстуру шиммера. Да, клубнички, они с блесточками. Они очень розовые, да, я просто клубничку попробовала. Вообще, конечно же, это все нужно замешать и посмотреть, какой будет цвет. Я уже знаю, что эти румяна, они очень яркие, они действительно такие ягодные. Их нужно наносить очень аккуратно. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Пару движений туда, пару движений сюда. У них сочный, ярко-розовый цвет. Как видите, мне понадобилось всего пара миллиграммов данного продукта, чтобы сразу обе щетики мои засияли. Чтобы не переборщить, нужно наносить их прям совсем капельку. Мне нравится, он освежает лицо, действительно, и классно комбинируется с муссовыми румянами. То есть, они плюс-минус в одном таком холодном розовом оттенке. И они дополняют друг друга. Их как будто хватит на всю жизнь, так что смело можете брать. Я им поставлю 10 из 10. Простите, мне не хватает АСМР в моей жизни. В общем, это палетка хайлайтеров. В макияже с хайлайтерами из палетки от Beauty Bomb ты сверкаешь. Как тысяча бриллиантов. В ней сразу три ослепляющих доохромных оттенка. О май гад. Это выглядит как акварель. Я не знаю почему, но мне такие палетки постоянно напоминают акварель. В общем, здесь есть розовый оттенок, жемчужный и фиолетово-голубой. Это выглядит бомбезно. Фиолетово выглядит настолько сверкающим. Сразу хочу сказать, что ни один из этих хайлайтеров не деликатный. Они все вырови глаз, они все сияющие. И самый, наверное, нежный из всех это розовый. Самый вырови глаз. Это жемчужный, потому что он прям супер плотный. Поскольку данные хайлайтеры пигментированные шоппи-пяу. Я возьму такую вот кисточку. Ноу-нейм кисть из набора, знаете, а-ля Свалбрис Алиэкспресс. Наверное, попробую воспользоваться розовым. Нанесу его на скуловую часть. Ой, все, это все. Больше нам ничего не надо. Просто один взмах кисти. И я сияю. Ну, он, конечно, ослепительный. Вы посмотрите, как сияет. Я нанесла буквально чуть-чуть, а уже это заметно. Знаете, он дает такое немножко розоватое свечение. Плюс я вижу что-то золотое. Я решила, что я не смогу простить себе, если не использую жемчужный хайлайтер под бровь. Потому что он такой светлый. И когда, если не сегодня, я это сделаю? Ой, ну это просто роскошство какое-то. Также немножко нанесу на кончик носа. Прям вот-вот-вот прям крохотулечку. Немножко розового. Мне вообще все хочется пальцем нанести. Вообще уже хочу фиолетового добавить свечение. Можно, нет? Как это красиво, боже мой! Но фиолетовый бомб, ребят. А сейчас я как будто готова ворваться на какой-то рейв. Как будто бы фиолетовый не совсем уместно к тому макияжу, что мы имеем сейчас. Но в любом случае, мне палетка хайлайтеров очень понравилась. Мне на каждый день, наверное, для каких-то особенных случаев, когда действительно хочется сиять. 9 из 10. Божечки. Теперь мы с вами переходим, ну, наверное, сначала к бровям. А потом уже все остальное. Для бровей у меня есть карандаш в оттенке 01. Тирамису. Называется он Шоу Лайн. Посмотрите, как выполнен этот автоматический карандаш. Он скошенный. То есть его грифель, его как будто бы приплюснуло. Я такого ранее нигде не видела. У него еще есть и щеточка. Свет я выбирала самый светлый из всех, что был в коллекции. Так что я очень надеюсь, что попало в точку. Он прям прорисовывает волоски. По ощущениям я как будто сейчас пользуюсь не карандашом, а лайнером. Но это любовь. Он тоненький, волоски рисуют прям совсем. Офигеть. Это даже круче, чем лайнер. Мне крайне редко нравятся карандаши для бровей. Но вот этот, это входит в топ, наверное, карандашей для бровей. И он будет на первом месте. Было бы классно, видите, бомб, если бы вы сделали карандашик чуть светлее. Это было бы идеально вообще для светловолосых девчонок. Карандашу я ставлю 10 из 10. Ну, а теперь, дорогие друзья, то, что я всегда откладываю в дальний ящик. Это оформление глаз. Как правило, я на своих глазах возвожу что-то такое нюдово-нейтральное. Но здесь как будто бы это сделать невозможно. Во-первых, посмотрите, что у меня есть. Вау. Вы понимаете? Это же просто вау. Это пушистая палетка, которую я больше всего хотела купить. И слава богу, она мне досталась. Потому что я знаю, что многие за ней охотятся. Здесь у нас 12 оттенков. Ну, и она не бюджет. Ну, она стоила, по-моему, 1300. Что же у нас в ней? Ну, куда? Куда гламурная чика без своей собачки? А это вот это типа собачка. Тут, конечно, не собачка, но очень мягкая, плюшевая, красивая палетка теней для век. В ней 12 оттенков, 5 матовых, 6 потрясных дохромов и 1 коралловый матовый с блестками. Я не могла понять, что это, но это, видимо, вот этот коралловый матовый с блестками. Все остальное это дохромы и матовые. И все оттенки, они супер пигментированные. Это не все, что у меня есть для глаз. У меня есть еще вот такие вот аквалайнеры. Я не понимаю, блесточки это тоже аквалайнеры или как? Такое я вообще вижу впервые. Это аквалайнер. О, боже. Это нельзя просто так свочить. Сухое, сухое. Нет, блестки не аквалайнеры, вы уверены? Это так красиво! Что нам тут обещают? H2O просто добавь воды. Я просто обожала этот сериал. Я пару лет назад пересмотрела весь H2O. Это было кайфово. Потому что, девочки, если вы хотите какой-то легкий сериал, такой, знаете, для подростков, H2O, вот прям рекомендую. Вот уж Денис смотрел. Короче, просто добавь воды, и ты получишь красивые розовые стрелки, а также бонусом стрелку с блестками. Далее, это еще не все. У меня также есть раз, два. Я купила в двух цветах кремовые тени в стике. Один коричневый, другой, по-моему, нежно-розовый. Сейчас все посмотрим. Первый оттенок 01 Pie Girl. И второй Nutty Espresso. Pie Girl это прям что-то на супер нежном. Сделаем с вами розовый макияж в любом случае. Посмотрите, как это классно сочетается с блесточками из палетки H2O. Коричневый я даже не знаю, буду ли я сегодня использовать, но посмотреть мы на него обязаны. У него такой приятный цвет. Он такой немножко холодненький. Нет, он все-таки больше нейтральный. Классная альтернатива контурингу, потому что он хорошо тушуется. Но да, он пигментированный. Да, он темноватый. Но почему нет? Ну что, погнали. Наверное, первым делом мы сейчас с вами воспользуемся консилером, как подложкой. Погнали. Начнем мы с вами как раз-таки с нашей милой пушистой собачки. Я буду использовать оттенок Blondie. Просто на все веко. Подвижная, верхняя, нижняя, как базу. Слушайте, ну даже для светлого оттенка он очень пигментированный. У меня вообще есть идея сделать полностью блестящий розовый макияж. И мне кажется, мне бы хватило даже, наверное, только вот этой палетки. Да, какой же здесь красивый оттенок. Pink Rave называется. Розовый Rave. Я бы его даже использовала как хайлайтер, потому что у него такое нежное свечение. Я обожаю использовать тени как хайлайтер. Я это сейчас делала. И мне нравится. Далее мы с вами берем вот этот вот стик тени в розовом цвете, в 0.1 оттенке. И наносим. Ну да, все получается веко. Немножко даже вот сюда зайдем, на нижнее веко. Он так приятно рисует. Знаете, им даже можно сделать что-то такое графичное достаточно. Я думала, что будет немножко понежнее. То есть, как будто бы текстура слегка плотновата и суховато. Наносится в любом случае комфортно. Я думала, это будет что-то прям максимально похожее на мой ландслив по цвету. Но нет. Это такое что-то лиловое. Берем рандомную кисть и начинаем это тушевать. Слушайте, ну тени прям приятные. Они хорошо тушуются. Они не супер быстро фиксируются. Ой, ну это так красиво и в жизни, и на камере. Теперь я хочу взять оттенок Pink Rave и попробовать нанести его на все подвижное веко. Ой, ну это очень симпатично. Наверное, все-таки лучше использовать палец, чтобы было более плотное нанесение. Кисточкой в любом случае это можно еще немножечко растушевать. Теперь я хочу взять оттенок автопати и немножко его нанести на нижнее веко, как бы его затемнив. Автопати это, знаете, такой нежно-коричневый. Ну вот так вот я его слегка затемнила. Как будто бы я себе сделала уставшие глаза. Наверное, добавлю немножко блонди, то есть все это выцветлю. Как-то так. Теперь мы с вами берем аквалайнеры. Меня безумно интересует именно аквалайнер цветной. Смотрите, в комплекте есть вот такая вот кисточка. И для того, чтобы пользоваться таким продуктом, эту кисточку нужно намочить. У меня есть вот такая вот вода. Мочим, набираем продукт. Мы сделаем первый свотч этой блестючки вместе. Ну я не могу сказать, что она прям идеально как-то рисует, сами видите. Еще немножечко наберем. Вот, сейчас уже все намного лучше. Теперь давайте посмотрим, как работают вот эти вот просто яркие, насыщенные розовые. Какой красивый цвет. Посмотрите, какая нежнятина. Суперский. Ставлю ему лайк. Рисует удобно. Ну и теперь фуксия. О май факин гаш. Очень красиво. Знаете, прям рука чешется использовать вот этот светло-розовый и сделать из него стрелочку. Поэтому я попробую. Я не сильно в стрелочках, но надеюсь, что получится. Цвет, конечно, получается яркий и насыщенный. Но нужно очень много практики, чтобы были красивые стрелки. Но, честно, аквалайнерами легче рисовать, чем просто подводкой. По крайней мере, мне. В общем, в любом случае, с помощью этого нежного розового цвета я как бы сделала подложку для сияющей стрелки. Это ужасно. Можно, пожалуйста, без комментариев? У меня здесь стрелка курильщика. Я ничего не могу с ней сделать. Это просто ужасно. Я пыталась. Демо консилер. Чтобы вы понимали, это то, чего я смогла максимально добиться, чтобы это выглядело более-менее приятно. В общем, что хочу сказать. Вот эти цветные матовые аквалайнеры, которые, знаете, такие базовые классические, они классные. Ими хорошо рисовать. Удобно это делать. Кисточка очень неудобна. Надо взять обычную свою кисть хорошую. Но аквалайнер блестки. Это насколько было очарование, насколько разочарование. То есть, по большей степени, мне кажется, вообще не аквалайнер. Он не рисует нормально. Особенно на тенях. Все плешивит. Как-то накладывает какими-то кусками, комками. Лучше использовать просто как тени. Жидкие, грубо говоря. Что я хочу, наверное, сейчас попробовать сделать. Посмотреть, что будет. Ну да, можно добиться максимального свечения, сияния. Но мой макияж глаз сегодня выглядит отвратительно. Он грязный. Я не знаю, какую оценку этому продукту поставить. Баллов 5, наверное. Что вы понимали, я все решила немножечко подкорректировать вот этим стиком. Но вот он реально топ. Рекомендацион. У меня есть еще тени. Пигмент в 01 оттенке. Там столько продуктов в этой коллекции для глаз, для век. Давайте хотя бы на них посмотрим. О, они муссово-кремовые. Какой у них красивый цвет. Но он такой темный. Он как будто вообще выбивается из всей этой эстетики. Какое-то что-то нечто бордовое. У них приятная такая околомаслянистая текстура. Очень нежная. Сейчас мы с вами переходим к туши. Но в этой коллекции я не нашла туши. Либо ее нету, либо у меня в магнит косметику ее не было. И на зоне я ее тоже не нашла. Но поскольку я предпочитаю делать все-таки в таких роликах макияж одним брендом, то я купила тушь от Beauty Bomb. Просто это классическая коллекция базовая, которая продается всегда. У меня тушь в оттенке 01. Супер объем. Какая необычная щеточка. Вы только посмотрите. Честно, эта щеточка кажется мне опасной. Нужно контролировать каждое действие. Да не дай бог ей попасть в глаз, будет очень больно. Действительно очень странная щеточка. Я вот сейчас максимально сосредоточусь. Тушь необычная. Сравнить ее даже не с чем. Ее кисточка действительно для меня вызывала немного страха внутри. Потому что каждый раз, когда я задевала ей свое верхнее веко, мне было неприятно. Здесь настолько острые щетинки. Объем она создает. И, кстати, она хорошо даже удлиняет реснички. Мне нравятся, как выглядят мои реснички. Они действительно такие natural. Можно сравнить, как это выглядит до и после. Ну, я думаю, готово. Из плюсов. Тушь хорошо разделяет реснички. Она их удлиняет. Объем не вау. Но объем есть. То есть она такая. Ну, среднестатистическая. Я поставлю баллов 7 из 10. Но второй раз покупать точно бы не стала. И теперь мы с вами переходим к оформлению губ. Сначала уберем маску. Сразу хочу сказать, что маска это топ. Она их очень хорошо увлажнила. Я чувствую, какие они напитаны. Не могу сказать, что она как-то увеличила губы. Она их просто очень хорошо увлажнила. 10 из 10. Рекомендацион. Я обожаю продукты для губ. Поэтому я разошлась и купила сразу 3 оттенка карандашей. И плюс вот такой вот блеск. Давайте сначала посмотрим на карандаш. У меня есть оттенок 01 Bubble Gum. Оттенок 02 Pumpkin Latte. И оттенок 02 Honey Money. Они ужасно открываются. Хочу я их открывать буду примерно до завтра. Я засекла время и уже 5 минут, мне кажется, их открываю. Девочки, я не выдерживаю. Боже, наконец-таки все распаковала. Начнем с первого оттенка. Он такой нежно-розовый. С каким-то фиолетовым батоном. Очень похож на тени. В стике. Просто, пожалуйста, сравните. Они, конечно, не близнецы. Но примерно где-то хотя бы подружки. Второй оттенок. Это уже такой нюдик. Универсальный карандаш на каждый день. Нмотря на то, что они столь недорого, они такие мягкие. Третий оттенок. Это что-то более кофейное. Какой-то эспрессо вошел в чат. Наверное, я остановлюсь пока что на втором оттенке. С помощью него попробую сделать контур. Слушайте, ну это очень красиво. Благородный цвет. Он холодный. И так приятно подчеркивает в целом мой макияж. Я бы даже сказала, что эти карандаши слишком мягкие. Но они не мажутся. Вот они должны стоить больше, чем не стоят. Потому что это что-то потрясающее на уровне с хорошим таким средним сегментом. Надеюсь, это все хорошо замейчится с этим блеском. А это у нас Future Milk. У меня оттенок 03. Brown Sugar. Это вкусно пахнет. Погнали. Слушайте, ну с карандашом это действительно хорошо замейчилось. Такой прям стандартный нюд. Аппликатор удобный по своей мягкости. Но не совсем удобный по своему размеру. Он маленький. И нужно прям очень много раз опускаться в контейнер с продуктом. Вы только взгляните, как это красиво выглядит. Кажется, я нашла идеальное комбо на каждый день. Сохраняем 03 оттенок блеска и 02 оттенок карандаша. Сам по себе блеск имеет плотную текстуру. Она не прозрачная. Она с таким хорошим цветом. Не пришивит. Идеально ровно ложится на губы. Не растекается не блеск, а находка какая-то. Пришло время зафиксировать макияж. И фиксатора нет в коллекции. Но зато у меня есть вот такой отшик. Уже заканчивается. Я не могу без этого этапа в макияже. Поэтому красота. И теперь, пока весь мой макияж фиксируется, мы с вами протестируем еще одну штучку. Это хайлайтер для тела. Блондинка в шоколаде. В оттенке 01. Я, конечно же, это хочу использовать на своей ключице. Он такой жидкий. Посмотрите, какой он красивый. Очень много продукта было на крышке. Поэтому буду использовать его. Не пропадать же добру. Я взяла вот такую кисточку от Real Techniques. Я и так сияю, как вы видите, благодаря этому крему, который я использовала в начале ролика. Боже мой, как это красиво. Слушайте, но он очень хорошо распределяется. Я все-таки возьму вот эту кисточку и распределю ей все. Потому что она удобная в этом плане. Но тут, конечно, свечение будет из космоса. Это по каким-то особым случаям. Из минусов. Он очень быстро застывает на вашем теле. То есть, сам и фиксируется. И нужно успеть его распределить. Мне теперь похоже на какую-то бронзовую фигуру, скажите. Нужно действовать быстро и решительно, чтобы это все легло намного лучше, чем у меня. Я тоже хочу убирать эти заколки, потому что они розовые идеально подходят сегодня в мою эстетику. Но пора посмотреть на финальный результат. Ну что, девочки-мальчики, встречайте меня в будущую подружку Беррис Хилтон. В любом случае, мне нравится мой сегодняшний образ. Я выгляжу так нарядно. Ну что, друзья, пишите в комментариях, как вам мой макияж сегодня косметикой из коллекции Rom-Core от Beauty Bomb. Какую оценку вы бы ему дали по 10-бальной шкале. Но я, мне кажется, сегодня постаралась где-то на 8 баллов. Единственное, что меня расстраивает, это макияж глаз. Давайте теперь пройдемся по тем продуктам, которые мне точно понравились, и я бы вам их рекомендовала. Румяна. И муссовые, и сухие. Они невероятные. Это даже без слов. Монтирующие салфетки Mashev, они нужны всегда. Также мне безумно понравился консилер. Но, спойлер, он похож на базовую коллекцию. Карандаши для губ, и вот этот блеск отправляется в мою косметичку прямо сегодня, как и карандаш для бровей. Вот это действительно тот Mashev, который стоит попробовать, как и маску для губ. Чуть не забыла. Гель для бровей. Но это просто альтернатива пусси. Что мне не сильно понравилось, я бы вам не рекомендовала эта пудра, но реально не зашла. Оба вида бронзера второй раз бы не купила. Как и эти аквалайнеры. Да и, в принципе, наверное, все остальное было, в принципе, окей. Но на этом, как говорится, все. Спасибо большое всем за просмотр. Я безумно рада, что вы посмотрели это видео. Пишите в комментариях, что вы уже купили из этой коллекции Beauty Bomb Promcore. Что хотите купить, а что бы не купили, ну, никогда. И оценивайте мой макияж, мои старания в комментариях. Все читаю, все лайкаю. Кстати, если вы не замечаете, я читаю почти все комментарии, насколько это возможно. Лайкаю их. Подписывайтесь также на мой телеграм-канал, на мою запрещенную социальную сеть с картинками. Буду вас там рада всех видеть. Ну, на этом все. Всех люблю, целую, увидимся в новых роликах и пока!